Всем привет! Это видео о том, как сбросить пароль или графический ключ на Android. Если вы забыли установленный пароль или графический ключ на Android – это не повод паниковать. Доступ к своему смартфону можно возобновить довольно быстро и просто. Причем существует несколько способов, как снять блокировку. Поехали! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Первый, самый простой и, наверное, самый правильный способ сбросить пароль или графический ключ на Android – это ввести данные аккаунта Google, с которым синхронизирован ваш смартфон или планшет. Чтобы убрать блокировку, достаточно просто указать email и пароль. Для этого пять или больше раз неправильно введите графический ключ до появления окна с предупреждением о блокировании устройства на 60 секунд. На экране появится кнопка «Забыли графический ключ», выбрав которую можно ввести свои данные и разблокировать устройство. Обратите внимание, что данный способ требует обязательного доступа к интернету – мобильному или Wi-Fi. Если вы забыли пароль от нужного аккаунта Google, то его можно узнать или взломать одним из способов, которые детально описаны в видео по ссылке в описании. Второй способ подойдёт для более продвинутых пользователей, так как он предполагает подключение устройства к ПК и использование командной строки и инструмента ADB. ADB является частью Android SDK. Поэтому, чтобы установить ADB на компьютер, нужно скачать SDK с официального сайта. Для этого переходим на сайт developer.android.com. Ссылку на данную страницу оставляю в описании. Скачиваем Android Studio, нажав соответствующую кнопку. И устанавливаем его. Android SDK, частью которого является ADB, входит в состав Android Studio. Раньше его можно было установить отдельно, теперь нет. После установки данного инструмента запускаем его. И дожидаемся окончания скачивания недостающих компонентов и установки их на ПК. Это займёт какое-то время. • Теперь переходим в папку на диске C. • Пользователи • Имя пользователя • AppData • Папка по умолчанию скрыта • Local • Android • SDK • Platform Tools • Файл ADB EXE и есть нужный нам инструмент ADB. Дальше. Подключите ваш смартфон или планшет к компьютеру. Обратите внимание. На вашем устройстве должна быть включена отладка по USB. Обычно на Android телефонах или планшетах при подключении девайса к компьютеру можно активировать данный пункт. • Запустите командную строку от имени администратора. • И перейдите с её помощью в папку с файлом ADB.exe • Введите команду ADB Devices • В результате должно отобразиться ваше Android устройство с состоянием «Device» или «Athorized» • Если состояние будет как «Unauthorized», значит скорее всего на вашем устройстве не включена отладка по USB. В таком случае отключите его от ПК и подключите ещё раз. Если будет запрос на включение отладки по USB – подтвердите его. Если нет – значит отладка по USB на данном устройстве не включена и сбросить пароль или графический ключ на нём с помощью ADB не получится. Поэтому можете переходить к следующему способу. После получения подтверждения об активной функции отладки по USB поочерёдно введите в командной строке следующие команды. Я их оставлю в описании к данному видео. После ввода команды «Reboot» ваш смартфон или планшет перезагрузится. И загрузится уже со сброшенным и неустановленным паролем или графическим ключом. Всё, пароль сброшен. Причём все данные и установленные программы сохранены. Третий способ – это сбросить заблокированное устройство к заводским настройкам или сделать его Hard Reset. Для этого достаточно выключить ваш смартфон или планшет. После чего нажать и удерживать определённое сочетание клавиш, которое своё для разных устройств. Выбрать в Recovery меню пункт «Vibe Data – Factory Reset». Очень детальное видео о том, как сделать Hard Reset уже есть на нашем канале. Смотрите по ссылке в описании. Но имейте в виду, что используя его удалятся все данные с внутренней памяти Android устройства. Это установленные приложения, привязанные аккаунты, SMS и т.д. Только фотографии, аудио или другие файлы на карте памяти останутся нетронутыми. Четвёртый способ – с помощью инструмента от Google найти устройство. Этот способ – это тот же Hard Reset, только без нажатия сочетаний клавиш, а из вашего привязанного к устройству аккаунта Google. Для этого перейдите на страницу инструмента от Google найти устройство. Ссылка на него в описании. Залогиньтесь в вашем Google аккаунте. Если вы забыли пароль от нужного аккаунта Google и не можете получить доступ к инструменту от Google найти устройство, то его можно узнать или взломать одним из способов, которые детально описаны в видео по ссылке в описании. Здесь будут отображены все привязанные к данному аккаунту устройства. Выберите нужные, если их несколько. И выберите «Стереть данные», «Стереть данные», «Очистить». При первом подключении устройства к интернет, если оно не подключено, оно будет сброшено к заводскому состоянию. Пароль и ключ будет также сброшен, а доступ восстановлен. Только имейте в виду, что все данные из него будут также удалены. Если вы пользователь устройства Samsung, то пятый способ именно для вас. Владельцы смартфонов популярного бренда имеют возможность разблокировать девайс, если на нем включен интернет и добавлен аккаунт Samsung. У Samsung есть свой сервис с названием «Найти телефон». Ссылку на него оставляю в описании. Чтобы воспользоваться им, ваше устройство должно быть подключено к аккаунту Samsung. А также активна функция удаленного управления. Итак, чтобы сбросить ваш Samsung девайс, перейдите на страницу сервиса Samsung «Найти телефон» и выберите «Войти». Введите логин и пароль, которые указывались при регистрации. Кстати их можно также восстановить, если вы их забыли или взломать таким же способом, как и пароль от аккаунта Google. В панели справа отобразится состояние вашего подключенного устройства. Выберите пункт «Разблокировать». Разблокировать еще раз. Введите пароль от аккаунта еще раз. После синхронизации или во время первого подключения к интернет, пароль или графический ключ с устройства будут сброшены. Причем все данные будут сохранены. Конечно же, это не все возможные способы сброса пароля или графического ключа Android устройства. Но наверное самые простые и доступные. Есть и другие, как прошивка устройства, удаление файлов ключей, как GestureKey или PasswordKey, а также через TVRP Recovery и так далее. Но на них необходимо останавливаться на каждом отдельно. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если данное видео было полезным. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.